Спортивное сообщество Сургута обсудило новый проект закона. Он направлен на реформированные системы организации оказания медицинской помощи людям, которые занимаются спортом. Планируется, что с нового года в стране в этой сфере произойдут изменения. Так, например, чтобы пойти на секцию, ребенку или взрослому потребуется справка из поликлиники. Ее выдадут на год. Заключение врача будет достаточным и для участия в некоторых соревнованиях. О нововведениях Леана Киамова. За рабочим столом обсуждают будущее спортсменов Югры. Тема – реформа. Она коснется всей страны, а именно оказания медицинской помощи спортсменам. Если раньше здоровьем атлетов занимались врачи специализированного учреждения, то теперь полномочия будут переданы поликлиникам. Чтобы попасть на соревнования, ребенку будет достаточно справки от педиатра. Мы забыли про реабилитацию спортсменов. А у нас что, только сборная округа уже? А остальные 7 тысяч куда пойдут? Ребят, те же УТГшин группы и прочие, понимаете, да? Где они будут проходить? По месту жительства. Ну это же смешно. Его просто, ну это просто там заходишь, тебе ставят допуск, иди. Он едет на соревнованиях, получает колоссальные нагрузки, травмы. Изменения не коснутся спортсменов сборных команд региона. Они по-прежнему будут проходить так называемую углубленную медицинскую комиссию два раза в год. Но упростится система для новичков и тех, кто принял решение участвовать в соревнованиях. Например, если ребенок или взрослый захотел посещать секции баскетбола или гимнастики, достаточно справки из поликлиники. Ее выдадут на год. Отменят процедуру медицинской комиссии и на следующем этапе, когда простые тренировки перерастут в участие в состязаниях. Медкомиссия потребуется на третьем этапе. Чтобы исключить лишние медицинские осмотры, начинать проведение углубленных медицинских осмотров во врачей на физкультурном диспансере с тренировочного этапа, когда ребенок уже определился, что он занимается волейболом, баскетболом, дзюдо, карате или боксом. Если потребуется пройти узких специалистов, спортсмены будут попадать на прием в порядке очереди. Никакого ажиотажа в медицинских учреждениях не ожидается. В некоторых поликлиниках уже появились отдельные кабинеты выдачи справок. Врач работает только со спортсменами. Появится возможность получить справку дистанционно. Сегодня департаментом здравоохранения поручено медикоинформационно-аналитическому центру разработать специальный ресурс в регистратуре ЮГРЫ. И к декабрю разработка вот этого сервиса дистанционного получения этой справки уже заканчивается. 80% жителей детей имеют группу здоровья первую и вторую. В частности, если мы берем город Сургут, то по городу Сургуту 4000 второй этап, который переходит на справки. Из них 80% могут получить эту справку дистанционно. Проект закона уже прошел антикоррупционную экспертизу и сейчас находится на стадии окончательного формирования текста. Планируется, что он будет подписан в конце декабря и вступит в законную силу в начале следующего года. Леана Кием, Вараман Турбин, Вести Югория, Сургут.